День добрый, дорогие друзья! Сегодня хочу вам показать и рассказать немножечко о своих бальзаминов. Но не простых бальзаминов, а бальзамины вариегатные. Это такие пестролистные красавицы. Вот посмотрите внимательно, у них есть пестрость белая, такая желтая немножечко, и есть пестрость такая розово-красная. Они немножко привередливые, растут они медленно. И я хочу поделиться с вами тем, как я их черенкую, как я снимаю черенки. Вот с этих уже цветов были сняты черенки. Как они дали корни, тоже хочу вам рассказать. В общем, смотрите. Перед вами тепличка, в которой как раз и укоренялись бальзамины. Укоренела я в этом сезоне их чисто в воде, хотя у меня был опыт и в субстрате их укореняла. Укореняется, очень хорошо укореняется. Я в эту тепличку смотрела несколько дней назад, потому что увидела, что они подвяли. Оказывается, они выпили воду, и нужно было, я добавила воду. И сейчас вместе с вами буду смотреть, что же там происходит. Ну вот как раз тут у меня чисто бальзамины вариегатные. Это в новогвенийский бальзамин, тоже вариегатный. Давайте посмотрим, здесь его шесть череночков. Укореняемость смотрим с вами стопроцентная. Я срывала вот черенок, видно, да, какой черенок? Не буду показывать, как я с куста их обрываю, не вижу смысла. Черенок я один из всей партии окунала в ради грин. У меня в этом сезоне желтый, какой есть, непринципиально. И ставила в воду, только один укореняла, чтобы концентрация была маленькой. Если мы посмотрим, даже вот этот маленький, да, он тоже дал корни, корневая. Ну, видно, что она помельче, чем у остальных. Но укоренение идет стопроцентное, корни здоровые, здравенькие я их называю. Дальнейшие мои действия, конечно же, я буду высаживать в стаканчики 200-граммовые, либо 100-граммовые, посмотрю. Ну, бальзамины, наверное, буду варегатные, другие поменьше. Тоже определюсь уже на месте. Давайте посмотрим. Вот этот красавец. Ну, тоже воды нету. Я вовремя, я успела. Посмотрите, какая корневая. Если честно, уже подзапущена, надо было раньше. Ну, и сейчас не поздно. Посмотрим. Давайте это еще покажу. Ну, это уже прям огромные большие корни. Если у вас есть возможность, когда вы видите, что корни поменьше, лучше высаживайте, чтобы корни были не большими, не длинными, потому что здесь уже слишком длинные. По укореняемости у меня такое ощущение, что укоренение 100%. Тоже 100%. Ради Грин тоже использовала. Ну, вот-вот. Показываю. Так, давайте посмотрим другой. Вижу признаки клеща. Вот именно на розовой варегатности. Дальнейшее мое действие это обрабатывать обязательно. И обрабатывать системно. Для меня система, я для себя ее вывела, чтобы избавиться от клеща на бальзаминах. Для меня это было очень сложно. Система моя заключается в том, что я, например, обрабатываю сегодня. Через три дня я еще раз обрабатываю. Через три дня еще раз и так пять раз подряд. Меняя, конечно, средства. Вот видите, тут даже подгнившие листики. Я ничего не убирала, потому что и вот тут вот сухие сгнившиеся валяются. Но ничего страшного. Укоренение. Давайте посмотрим. Я вижу тоже укоренение 100%. Не вижу ни выпадов. Выпадов не было вообще. Очень приятно. Для меня это очень приятно. Поэтому, ну, признаков клеща вот здесь много. Прям вот, если попробую сейчас приблизить поближе. Ага, вот видите, пятнистость. Вот эта вот пятнистость на листике беленькая. Это клещ. А клещ у бальзаминов это вечная проблема. Бальзамины, они всегда страдают от клеща. Поэтому, друзья, даже если клеща нет, делайте все равно обработку профилактическую. Она не помешает. Ну, вот красивые корешочки. Тут тоже есть листики, которые подгнили. Но ничего. То есть, чего, да? То есть, много корней. Все хорошо. Результатом я довольна. Черенкам примерно где-то две недели. За две недели вот такое укоренение. Изначально я их поставила просто в воду без теплички. Два дня они постояли. Я смотрю, они прям подвядшие, такие некрасивые. Потом я все-таки поставила в тепличку и, как говорится, забыла про них. Если у вас есть возможность не забывать. В плане нет, конечно же, я не забыла. Просто немножко отсутствовала. Но, к моему удивлению, заглянув, вот такое красоту видела. В одноразовой вот такой посуде укореняются такие у меня чеплашечки. Можно хоть в стаканах, хоть в кружках, в чем угодно. Поэтому, друзья, вот в этом сезоне я поделилась с вами своим укоренением именно бальзаминов варегатных. Простые бальзамины, не варегатные. Они также укореняются абсолютно без изменений, как говорится. Но вот поделилась своей красотой, потому что мне очень нравятся варегатные растения. Они необычные. Они такие красивенькие. Еще раз посмотрю, прям красотища. В общем, еще время не ушло для укоренения. Укореняйте. У меня... А, по температуре, давайте скажу. У меня на веранде стояло. Ночью температура где-то была градусов 10-15, в зависимости от погоды. Днем, ну да, там тепло, теплое. И корешочки очень быстро они дали. Поэтому, друзья, помните, красота спасет мир. Пойдемте делать мир краше. А на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Пойду садить свою красоту.